Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня я хочу показать вам, даже не рассказать, а именно показать, как я делала макияж для фотосессии. Да, кто не следит за мной в инстаграм, хочу просто объяснить. Была у меня недавно фотосессия, ребята меня пригласили пофотографироваться и сделать видеопортреты. Я, конечно же, с удовольствием согласилась, потому что я просто обожаю вот такие подобного рода активности. И хочу показать вам, какой макияж я делала для глаз. Примерно вот такой. У нас концепция была что-то светлое, что-то легкое, потому что студия довольно такого практически белого цвета, очень много солнца, очень много света, и вот все такое должно быть воздушное. Поэтому и выбор мой пал на более бежевые оттенки, без стрелок. Немножко я выделила внешние уголки глаз темным цветом, чтобы глаза совсем не потерялись. Но в целом это концепция чего-то легкого и такого естественного, я старалась эту концепцию сохранить. Так что давайте посмотрим, что получилось у меня, какой макияж я делала, хочу вам показать, как я его делала. И итоги фотосессии и видеопортрета, съемки видеопортрета тоже вы посмотрите. И не забывайте, что я объявлю конкурс в следующем видео, после этого идущим. Будет объявление конкурса о том, что вы можете выиграть фотосессию бесплатную у вот этих ребят. Если будет победитель из Питера, возможно я приду на эту фотосессию, просто ну помахаю ручкой, пожелаю хорошего настроения и удачи. И пойду дальше по своим делам, а вы будете фотографироваться. Так что давайте посмотрим, какой получился макияж, как я его делала и итоги фотосессии. Ну и давайте приступим. Макияж я выполняла с помощью палетки Naked 1, с помощью вот такой палетки от Pupa. Мне нужен был там черный, именно тени черные, коричневый карандаш с блестками поэза, но он был скорее как подложка такая под внешне темные уголки. И собственно в принципе все, черный карандаш для затемления верхнего каяла, несколько кисточек и тушь, и на данный момент у меня клиник универсальная. Поехали! На все подвижное веко я наносила первый вот этот оттенок Virgin, давайте его и нанесем. Дальше косточку под бровью я высветляла вот этим самым светлым оттенком из восьмерки Essence. Чуть-чуть вот высветлить косточку, потом еще туда хайлайтеры наложим. Ну вот такую вот базу. Дальше я наносила кремовые тени от Dior. Это прошлогодняя, позапрошлогодняя зимняя лимитка, оттенок Miriat 531. Тоже этой же кисточкой светлой, которой оттенок наносили от Urban Decay. Просто вот так вот поверх, чтобы они более такой блеск придали красивый. Дальше приступаем к затемнению складки верхнего века. Я набирала вот эти два оттенка. Это Bug и Hustle. Вот эти два оттенка из этой палетки вместе вот так вот стряхивала и в складку века. Также вот этот бак оттенок на нижнее веко. Дальше беру пустую растушевочную чистую кисть и растушевываю. Дальше беру пустую растушевую кисть и растушевую кисть и растушевую кисть. Дальше на косточку под брови чуть-чуть халатер нанесем. Это Тени 08 оттенок от Bourjois. Дальше берем карандаш от Paese. Это оттенок у меня Brow Glam. Он коричневый с таким небольшим бордовым шиммером, что-то в этом роде. И если кто-то смотрел видео с макияжа дымка с растушевкой ватной палочкой, вот тот поймет, что я сейчас буду делать, потому что это именно вот та схема. Верхнего века внешний уголок прорисовываем довольно жирной линией карандаша. Главное, чтобы карандаш был мягкий. Я взяла коричневый, потому что он более натуральный оттенок имеет, нежели черный. И мне нужен более такой был натуральный макияж. И чуть-чуть нижнего века тоже. Получилась такая база для растушевки на внешних уголках глаз. И берем ватную палочку, начинаем растягивать этот оттенок к виску. Получается что-то типа стрелки, но не стрелки, немножко такая вот размазанная что-то. Дальше берем черные тени от Pupa, вот самые черные-черные. Можете любые взять, но чтобы тени были именно как уголек. И по вот этой подложке карандаша, как бы вот прорисовываем черными тенями внешний уголок. И по всему контуру висниц. Берем кисточку бочоночек и дорастушевываем все черные тени в дымку. Дальше закрепляем полученный результат тушью. Желательно тушь брать такую вот довольно драматичную, которая объем хороший придает, густоту ресниц. И такой вот открытый-открытый взгляд делает. Дальше подводим верхний каял черным карандашом. Ну вот, макияж глаз закончен. Примерно вот такой же у меня был на фотосессии. Для губ я взяла Шанель помада 85-й Сикрет оттенок серия Рушко Кошайн. И Жордин де Шанель румяна тоже от Шанель. Приятного просмотра. Дальнейшей фотосессии. Вы можете ее выиграть. Не забывайте, это все будет в следующем видео. Давайте посмотрим, что получилось у нас на фотосессии. Субтитры сделал DimaTorzok Дальнейшей фотосессии. Дальнейшей фотосессии. Дальнейшей фотосессии. Дальнейшей фотосессии. Ну вот и все, я думаю на этом можно видео закончить, ждите следующее видео, если вы смотрите уже когда вышло следующее видео, обязательно переходите, на следующее видео участвуйте в конкурсе, возможно именно вы получите бесплатную фотосъемку. И всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok